Я, честное слово, согласен. Про беглых пора бы уже и забыть. Но сегодня использую их как повод, чтобы показать, как мир меняется и как меняемся в нем мы. В пятницу, когда у новой детской поликлиники президент общался с журналистами, некоторые уже знали, что глава государства спешит на телефонный разговор с главой ООН Антонио Гутерришем. Но до звонка тема была не для печати, но на то мало ли что. Впрочем, Александр Григорьевич не выдержал и признался всем, с кем будет говорить. И вот показалось, что он в приподнятом настроении, в предвкушении, то есть явно вождь что-то придумал и уверен в эффективности и эффектности. Через час уже все узнали, что Минск поставил ультиматум ООН и мировому сообществу, что было очень сильно и что взорвало мозг беглым. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. В поэме Якуба Колоса «Новая земля», которую периодически вслух читали генералу Шуневичу, есть замечательные строчки. «Наш дядька, мило наш Антонио, детячим часто бы у полони». Классика, в смысле Колоса, а не Шуневича, я вспомнил по двум причинам. Во-первых, не одни беглые такие умные и начитанные. Во-вторых, дядька Антонио Гутерриш, глава ООН, как раз в этом самом детском плену у Киева и их кураторов из Вашингтона, касаемо украинского зерна. Не Гутерриш виноват в том, что зерно застряло на Украине. Но все проблемы с продовольствием в мире обязательно повесят именно на Гутерриша, не сомневайтесь. Зерно застряло по военным причинам и по причине преступного упрямства Киева, граничащего с упоротостью. Но разруливать отправили именно Антонио Гутерриша. Он, в общем-то, выходил на созвон с Лукашенко с одной лишь целью – узнать, что тот собирается делать по проблеме застрявшего на Украине зерна. Как бы что ни доказывали беглые и какие бы резолюции где угодно ни принимались, все понимают, что в Беларуси главный именно Лукашенко. Нравится это кому-то или нет. И Александр Лукашенко выдает Гутерришу, для которого, кстати, куда большая проблема – это неурожай в мире из-за непогоды и дурацких решений по локдаунам в коронавирус, Следующее. Дорогой Антонио, Минск готов к транзиту украинского зерна через территорию нашей страны, но есть нюанс, процитирую. Главное, чтобы эти порты – Германия, Польша, Балтийских стран или России – были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси. Конец цитаты Лукашенко. На русский это переводится как «мы готовы помочь, но сначала снимите санкции против наших колейных удобрений и в целом против экспортеров». Вот там и поговорим. Тем более, что эти нелегитимные санкции-то в основном были введены из-за самолета «Райан Эйр» с Протасевичем, отчета, по которому мы ждем уже больше года. Но отчета и доказательств нет, а санкции против Беларуси есть. Гутерриш, я уверен, помолчал, сказал, что ему нужно это обсудить со всеми, и потом он перезвонит. Но он не перезвонит. Или перезвонит, чтобы сказать, что предложенный Минском вариант не нашел одобрения. Пока, во всяком случае. И виной тому, конечно же, не Путин и не Лукашенко. Откуда проблема с вывозом зерна из Украины? И я надеюсь, что все хорошо представляют себе карту мира. Возить зерно на дальнее расстояние рентабельно только на балкерах. Это суда для сыпучих грузов, как танкер для жидких, в основном нефти. На юге Украины есть Черное море. Но через уже подконтрольные России порты работать не Камильфо сейчас в мире, даже несмотря на голодающую Африку. А остальные порты, украинские военные, шедеврально недальновидно заминировали и разминировать отказываются из-за страха захода на юг российских военных кораблей. Остаются порты в Литве и в Латвии. Само собой, не Камильфо сейчас и спасать мир от голода. И через российские порты на севере, как и не Камильфо, перевозить зерно по территории России. Дальше на авансцену вышел Матеуш Моровецкий, польская кукла Качиньского, американской куклы Байдена. Как бы не ненавидели там все русское, по факту матрешка образовалась именно в Варшаве. По территории Польши везти зерно в порт Клайпеды с Украины можно было бы, но поляки выставили ультиматум. Расходы на логистику нужно разделить с Евросоюзом, что переводится как «дайте нам Европа денег». Денег давать уже давно никто никому не хочет в Европе, а уж тем более ради каких-то украинцев и голодающих африканцев. А сама Польша тратиться тоже не собирается, потому что польская дружба, как у пиратов, длится пока им выгодно. Вот отправился бедный Гутереш на поклон к Лукашенко. Мол, забудь обиды, помоги, вы же всегда помогали бесплатно, особенно когда цель благородная, мир во всем мире. Но Александр Григорьевич двинул миру свой ультиматум. Мы поможем и даже возьмем на себя расходы по транспортировке этого зерна, нет проблем. Только, уважаемый глава ООН, влиятельной мировой организации, ты пролобируй там снятие незаконных санкций против нашей калики. Так мир получит и зерно на рынке, и снижение цен на удобрения на всем земном шаре для всех членов ООН. И это не Минск такой один смелый и бодрый, это общемировая тенденция к посыланию штатов и их спутников с их требованиями и амбициями по всем известному направлению. Как вспомнил сегодня коллега Шпаковский, ровно то же самое делала недавно Индия, когда в Вашингтон ее призвал отказаться от импорта нефти из России. Индия отказалась это выполнять. США тут же заявили, что следят за нарушениями прав человека в Индии, что всегда было удобной формулировкой для давления. Уличный аналог «Ты с какого района?» или «А если закурить?» Индия в ответ сказала, что у них есть и свои вопросы к правам человека в самих США, чем заткнули Блинкина надолго. Мир другой. Послать в сад США уже и не зазорно, и не страшно, и даже почетно. И мне лично очень нравится этот мир, потому что в нем справедливость. И Беларусь в ситуации с украинским жирном больше не старается быть самой доброй и прекрасной для всех. Мы на все смотрим справедливо, даже если это кому-то не нравится, а кому-то и создает какие-то проблемы. Но это не наши проблемы совершенно. Давайте представим, что Александр Георгиевич включил бы режим доброты ради всех в мире и разрешил бы транзит без всяких условий. Забыв обиды, вот как тогда, когда Украине нужна была энергия, и мы ее дали, и ни к чему хорошему это не привело. Ради кого быть добрым? Ради киевской власти и Зеленского? Бросьте, точка невозврата в этих отношениях давно пройдена. Ради простых украинцев? Я вас умоляю, будьте реалистами. Вывоз всего зерна с территории Украины грозит им голодом. А деньги, которые получит Киев за зерно, или будут разворованы, или именем войны с Путиным спущены на оружие. Быть добрым, чтобы вместе с демократическим Западом спасать мир от голода? Ну-ну. Как только зерно окажется в балкерах, им будут обеспечиваться в первую очередь нужды стран Евросоюза, Британии и США. Не будьте наивными. А голодающая Африка так голодающей и останется. К ним, если что-то и дойдет, то по остаточному принципу. И пытаться быть добрым ради них, африканцев, это самообман. Тех 25 миллионов тонн зерна, и непонятно, есть ли столько вообще, недостаточно для борьбы с голодом во всем мире. Так что еще раз спрошу. Тогда для кого Минск должен быть добрым? Для США? У США понятный мотив. Смотри выше. Украина продаст зерно, чем собьет цену на мировом рынке, а на вырученные деньги купит оружие, чтобы убивать русских. Оружие купит, конечно же, у США. Гутерриш мужик наверняка хороший, и он правда старается и пытается думать о благополучии всего мира. Но в этом новом мире быть добрым неправильно, и так не делает никто. Есть ли в этом мире место ООН и самому Гутерришу? Вот ведь в чем вопрос сейчас. Сейчас нужно быть справедливым и защищать свои национальные интересы. Все ведь так делают, правда? Так что сначала снимайте с нас санкции, а вот потом мы поможем с зерном без проблем. И это справедливо. Во всем этом, конечно, меня забавляет текст от имени гражданки Тихановской. Пусть мы и все понимаем, что она говорящая башка, желающая пирожка. Но, тем не менее, ультиматум Лукашенко и даже намек на то, что белорусскую колейку могут вывести из-под санкций, навел панику у всего вильнюсского лагеря беглых. Потому что Тихановская давно взяла на вооружение методичку работы Карач. Оля, привет. Смысл ее простой. Что бы ни случилось, вокруг говори, что это я такая молодец. Это мы все придумали. Это именно нас послушали. Да бросьте вы. Санкции против Беларуськалия в этой геополитической войне были бы введены в любом случае, что бы ни звучало, из микошевичских уст Тихановской. Но раз уж они там скармливали всем, что санкции – это их победы, значит, отмена санкций будет их поражением. И вот от имени Тихановской беглые запорожцы пишут письмо американскому султану. И именно ему, глава ООН и глава Совета ЕС, в данном творении лишь бутафория. Не тешьте себя иллюзиями. И просит товарищ Тихановская не только не снимать санкции с Лукашенко, что переводится как санкции с Беларуськалия, но и еще усилить их, обязательно усилить. Ладно, о том, что ради борьбы с Лукашенко они там готовы сжечь в пламени революции всех своих пока еще сограждан, об этом мы много раз говорили. А как же многострадальный украинский народ? Тоже в расход. А голодающие дети Африки? Несущественно получается, если речь о личном благополучии и даже о колополитическом. Да плевать им всем, как и плевать популистам, демократам и на Беларусь, и на всех остальных. Все преследуют свои интересы. Лукашенко долго пытался быть добрым, но пришло время быть справедливым. Сначала отмена санкций, потом решим зерном. Добро пожаловать в новый мир, белорусы. Мир, в котором мы, как нация, показываем зубы. И в котором я очень жду. Мы, наконец, скоро узаконим изъятие недвижимости у наших беглых. Добра в этом решении, конечно, не будет совершенно. Но в нем будет очень много справедливости. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова